Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... О том, как правильно и полезно питаться во время поста, рассказывает раздел «Гурман». Великий пост начался на прошлой неделе и продлится он до 1 мая. Народка выяснила у экспертов, какие ошибки люди допускают в пост и как их избежать. Подробнее в инфографике на страницах газеты. Как всегда по скриптум, коротаем время за разгадыванием сканворда и, как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах популярного еженедельника. Журналист общественно-политической газеты «Ульяновская правда» Олег Долгов рассказывает о том, что в регионе продолжается работа по сокращению срока информирования жителей о результатах тестирования на коронавирус. На помощь придет СМС-рассылка, содержащая информацию об отрицательном либо положительном результате лабораторного исследования на COVID-19. Подробнее на страницах общественно-политического издания. К национальным изданиям. Газета «Канаж» на чувашском языке информирует о том, что в Ульяновске прошел областной детский чувашский фестиваль-конкурс «Перепелочка». Более 75 участников, победителей районных этапов конкурса – это дети школьного и дошкольного возраста. Они приехали со всех районах области в Ульяновск, чтобы познакомить слушателей со своим творчеством. Кто-то лучше поет чувашские песни, а кто-то лучше отплясывает под народную музыку. Также есть чтецы стихов чувашских поэтов. Конкурс проходил по трем номинациям в трех возрастных категориях. Победили сильнейшие. Подробнее на страницах национального издания. В газете «Елгат» на мордовском языке в рубрике «Мордва и мир» можно познакомиться с заметкой авторов Николая Мокшина и Юлии Сушковой об истории ковша. Так, ковши в основном деревянные, резные, имели повсеместное распространение. Название ковша «Мордва» перенесла и на небо, обозначив им созвездие Большой Медведицы. С древности пользовались и медными ковшами, из которых обычно пили. Ковшами, как своеобразными поварешками-половниками, накладывали пищу. Они наряду с братинами были сосудами для пуре, позы и кваса. Из маленьких ковшей угощали во время застолий. Подробнее на страницах национальной газеты. К районным газетам. Еженедельник Ульяновского района Родина Ильича. Журналист Анна Смирнова сообщает, что в новом корпусе Ишейского лицея прошли практические занятия по правилам дорожного движения. Ребята вспомнили, как правильно с точки зрения безопасности переходить проезжую часть, узнали основные сигналы регулировщика, изучили дорожные знаки и сигналы светофора. Кроме того, шкалерам объяснили, почему необходимо носить свето-возвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Подробнее в заметке площадка безопасности. Журналист старомайских известий Марина Рудь радостно сообщает, что в Сенгилее состоялось первенство Ульяновской области по джи-джитсу среди юных спортсменов. На турнир съехали свыше 70 борцов из городов Ульяновска, Дмитровграда, Сенгилея, из рабочего поселка Старая Майна, поселка Красный Гуляй и поселка Силикатный. В старомайский район на первенстве представили два воспитанника тренера-преподавателя Хусана Рахимова. Это Варвара Васильева, которая заняла первое место, и Андрей Аглы, занявший третье место. Победители были награждены медалями и грамотами. Подробнее об этом материале на страницах районочки. На странице газеты «Новое время» Базарно-Сызганского района читателям предлагается разгадать тематический кроссворд «Коронавирус нашей жизни». Если кроссвордистам будет затруднительно ответить на какие-либо горизонтальные вертикальные вопросы, на помощь им готовы прийти специалисты из единого консультационного центра Роспотребнадзора. Телефон прилагается. Рубрика «Дела садовые» напоминает, что за окнами еще снег, но уже сегодня необходимо вспомнить об особенностях и важности весенней обрезки плодовых деревьев, чтобы в этом сезоне яблоки, груши и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменом урожая. Раздел «Великий пост» делится вкусными рецептами на время поста. Почему-то многим кажется, что постный стол – это однообразно и скучно, но на самом деле это не так. Берем на заметку капустную запеканку и диетический картофель. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Творческий дуэт Александра Агапова и Павла Шалагина снова листает старые подшивки «Чемпиона». Уже в 13-й части корреспонденты вспоминают марты месяца разных лет со значимыми спортивными событиями в регионе. Так, к примеру, 29 марта 1998 года сборная России завоевала титул «Чемпиона мира по ринг-бенди» – это мини-хоккей с мячом, основу которой составили хоккеисты ульяновской «Волги». 19 марта 2000 года в Голландии завершился чемпионат Европы по контактному карате, где уверенную победу в легком весе до 70 килограмм праздновал ульяновский боец Василий Худяков. 1 марта 2003 года в Ульяновске состоялся первый международный турнир по художественной гимнастике на призы губернатора Владимира Шаманова. Главным событием дня стало появление на ковре лучших художниц планеты Алины Кабаевой и Ирины Чащиной, которых в Ульяновск привезла главный тренер сборной России Ирина Вина Русманова. 20 марта 2005 года в спортивном комплексе «Торпедо» завершился чемпионат области по пауэрлифтингу, на котором 19-летний Андрей Агеев первым из ульяновских силачей достиг рубежа 900 килограмм по сумме трех упражнений. Другие значимые даты спортивного календаря читаем на страницах Вестника «Чемпион». Эти и многие другие новости читаем на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа-73. Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный и любопытный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода информационных грядок через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова